В настоящее время становится все больше людей, которые свободно разговаривают как минимум на одном иностранном языке. Да, действительно, Илья, феномен владения иностранными языками изучается уже давно. Вот почему некоторым людям так трудно дается родной язык, а другие с легкостью воспринимаются сразу и нетрудно? Об интересующем тебя, кстати, и меня тоже попросим. Поговорим сегодня с нашим гостем. Гостем у нас сегодня в гостях Анастасия Каннеболюк. Доброе утро. Анастасия, какой же язык вы изучили практически в совершенстве? Японский. Аригато тогда, да? Да. Правда, пока не за что. Анастасия, скажите, пожалуйста, самое доброе утро на японском языке. Я этого очень ждала. Ичибан сайсэ цнааса. Оля, попробуй выучить. Давай сейчас проведем урок английского. Итак, первое слово это... Ичибан. Самое. Ичиба. Ичиба, дальше? Ичибан. 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 Доброе. Синсэцу. Ичибан шинсэцу. Синсэцу на аса. Ичибан шинсэцу на сан. Браво. Ну, способности у тебя, мне кажется, к языкам... Почти. Синсэцу на аса. А почему вот возникает такое ощущение, когда я слышу японский, может, конечно, потому что я русский, что они ругаются, они разговаривают. Да. Ну, мне кажется, потому что их язык действительно больше похож на ругань или песни. Особенно для русского человека. Анастасия, а есть ли в японском языке нецензурная лексика? Назовем ее так. Есть. Конечно, есть. Беднее, чем в русском, но есть. Как в нормальном любом языке, я думаю. Анастасия, вы провели полгода в Японии, насколько мы знаем. Расскажите, как вам в Японии? Ну, впечатлений, конечно, очень много. Больше всего меня поразило, конечно, то, что они очень ценят и любят свои национальные праздники. Например, то же самое цветение сакуры. Две недели гуляет вся Япония. Они выходят на улицы, раскладывают покрывальца, пьют там чай, сакэ. Все, что только можно под деревьями сакуры. И очень много фестивалей в это время проводится, в общем. Также очень ценят императора, день рождения его. То есть, кто так же одевает кимоно вся страна и идет к нему в гости. Вы отправились в Японию целенаправленно, чтобы изучить их язык? Да, да. Изучить язык просто, мне кажется, в изучении любого иностранного языка наступает такой момент, когда просто некуда двигаться в родном городе, так сказать. И приходится ехать уже в страну носителей. А скажи, были какие-то, может быть, курьезные случаи в Японии у тебя, связанные как раз с языком? Тебя, может быть, понимали, может быть, наоборот? Ну, понимать, да, понимали. Но первое время было очень тяжело думать на этом языке, когда ты стоишь, хочешь что-то спросить, но не понимаешь, как. Потому что в России его используешь, конечно, не так часто. И первые, наверное, полмесяца я ходила и думала, боже, как это, где это? Ну, вот вернемся в Россию, в Ярославль. Наш родной, сколько у нас здесь единомышленников у тебя есть, которые тоже изучают японский язык, знают ли? Именно серьезно изучающих японский язык, мне кажется, людей не так много. Большинство очень хочет изучать для того, чтобы смотреть, допустим, очень популярные аниме без перевода, да. То есть ради увлечения. Очень много людей занимается ради интереса. Узнают, что можно изучить японский и думают, вау, как это. А почему ты выбрала японский? Ну, в свое время, мне кажется, тоже очень большую роль сыграло то, что я смотрела все эти мультики. В детстве это были там Покемоны, Север Мун, да, все известные. А потом как-то услышала по тому же телевизору песню на японском языке, ведь бы они стали переводить на русский, и вот что-то йокнуло. Интересно, а названия улиц в Японии как звучат? В Японии нет названий улиц, да. У них цифры, то есть район, квартал, номер дома, все. Мне кажется, так намного легче. На самом деле нет, намного тяжелее, да, потому что все дома выглядят одинаково, и очень тяжело. Тебе кажется, что ты здесь уже был, но смотришь на карту, оказывается, что ты уже совсем в другом части города. Анастасии хочется вернуться в Японию? Да, иногда, конечно, очень хочется туда. А вот так, чтобы там, например, приехать туда на постоянное место жительства? Мне кажется, что любому русскому человеку будет достаточно тяжело туда перебраться, в особенности из-за другого менталитета, да, отношения, допустим, к работе. Они действительно очень много работают, и у них это в жизни даже, наверное, на первом месте стоит. То есть они, допустим, три выходных в полгода, считается полноценный отпуск. Нам их не понять. Не понять, да. Вот человеку, который вот сегодня, например, решит изучать японский язык, это очень сложно. Мне кажется, главное – желание. Если есть желание, то любой язык будет изучаться очень просто. Мне, например, гораздо проще даются азиатские языки, нежели, например, английский. А японский алфавит – это сколько букв и иероглифов? У них есть три алфавита. Два – исконно японские, и один – заимствованный из Китая. То есть это вот эти большие такие страшные иероглифы. Вот. В каждом японском алфавите по 46 букв. То есть немало, но посильно. Анастасия, спасибо, что пришли к нам сегодня в «Самое доброе утро». От нас и нашего генерального спонсора вам подарок. Большое спасибо. Генеральный спонсор программы «Самое доброе утро» – кофе Павлик Президенте. Павлик Президенте. Больше наслаждения всегда. Большое доброе утро.